Вышел из многофина! Димон просто гонял мячик по торговому залу, это был такой заход, но как только Димыч добрался до пива, случился панчик. Блогер в майке с номером 3 на спине долбил пивные бутылки и мячом, и с ноги, и даже попытался исполнить удар через себя, который, как известно, называется бисеклетта, и таких ударов было очень много на недавнем, нашем домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. Однако у Димона бисеклета получилось не очень. Ну и его можно понять. Одно дело падать спиной на песок или травяной газон, и другое дело валиться на твердый полпятерочки. Понятное дело, что все эти антипивные эскапады юного блогера не остались незамеченными, и первым на Димона наехал, в прямом смысле, наехал тележкой дедок, который, видимо, пиво уважает и просто не смог стерпеть такого грубого отношения к любимому напитку. Блогер Димон пытался сопротивляться. Обхватил дедулю сзади за горло, но мощный старик юнца завалил в пол. Ну и тут вмешалась остальная магазинская публика. Народ запрещитал, не бейте его, он несовершеннолетний, хотя вообще-то блогеру уже 18. Короче, кончилась эта хайпажорская история тем, что в супермаркет вызвали полицейских, они написали административку и понудили Димона прибрать за собой. То есть собрать осколки и замыть разлившееся пиво. С чем он успешно справился? Какой цель он добивался, достоверно неизвестно. Манифесты в сети он не публиковал, но можно с высокой степенью вероятности предположить, что блогер добивался всего лишь хайпа, шумихи, известности. Ну и надо констатировать, что свои 15 сантиметров славы он получил. Другое дело, что не все люди в комментариях его погладили по голове. Ну да, это же блогер, ему что лайки, что хаски, лишь бы люди смотрели и подписывались. И теоретически на этом можно было бы и закруглиться, но не могу не выйти на обобщение о судьбах современной молодежи, изуродованной интернетами. В этот понедельник в Перми 18-летний студент-первокурсник ворвался с помповиком в свой родной университет и убил 6 человек и ранил 24. Понятное дело, что между массовым убийством людей и массовым уничтожением пивных бутылок нет никакой связи и нет никаких параллелей. И другой человек, может быть, и не связал бы два эти события, трагедию и фарс, но просто оба они произошли в Пермском крае с разницей в сутки. Кстати, видео из пятерочки было опубликовано в сети за день до бойни в университете. И просто в нашей программе об этих событиях писать пришлось одному человеку. Потому не могу не сказать, что хорошо, что блогер Димон заради хайпу, типа завтра обо мне заговорят все, взял не помповик, а мячик и убил не людей, а пиво. Значит, он не такой конченый дебил, как университетский киллер, который человечество ненавидел. А блогер Димон всего лишь хотел повыпендриваться за 6 тысяч рублей, и ему удалось. Конечно, тоже дебил, но не он такой, жизнь такая. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.